Здравствуйте, дорогие друзья! Я предлагаю вам съездить в город Эдессу, чтобы полюбоваться на одно из балканских чудес – на знаменитые водопады. Город Эдесса – самый богатый водой не только в Европе, но и на всей планете. Поэтому этот город и называют городом водопадов. Появление водопадов относят к 1395 году, когда в этой местности случилось землетрясение, в результате которого протекающая рядом с поселением река изменила свое течение и направила воды прямо по улицам к обрыву. Ранее, говорят, было 7 бурных потоков, но к сегодняшнему дню осталось только 2. До 40-х годов эти места были малолюдны. И только где-то в 42-м году немецкие оккупанты поняли, что это место можно сделать туристическим. Посадили здесь клумбы с цветами, соорудили пруды, здесь появился цветущий сад, здесь обустроены бассейны. На благодатной почве при хорошем климате тут разрослась бурная растительность, цветы. Территория вокруг водопадов благоустроена, оборудована множеством смотровых площадок, установлены скамейки, мостики. Парк водопадов занимается около ста тысяч квадратных метров и находится на самом краю скалы, с которого стекают бурные потоки воды. В парке высажены сотни деревьев, ели, буки, платаны, среди которых журчат большие и малые ручьи и каналы. Говорят, в 60-е годы греческая служба электричества собиралась построить гидроэлектростанцию и забрать воды реки, тем самым уничтожить водопады. Но жители города Эдессы, можно сказать, легли костьми и не дали осуществить этот проект, сохранив водопады городу. Территория парка водопадов идеально обустроена. Тут можно совершить великолепную прогулку по аккуратным аллеям в тени вечно зеленых деревьев. Отдохнуть на скамейках, вдоволь полюбоваться бурлящими потоками не спадающей воды. Самые большие и привлекательные водопады для осмотра – это Каранос и так называемый двойной водопад. Под водопадом существует площадка с осталоктитовой пещерой в скале. На входе сидит смотритель и принимает плату за вход. Пещерка очень маленькая, тесная, но все равно интересно посмотреть на сталоктиты. Это одна из самых редких пещер Греции. Она является наглядным пособием, как образовались эти скалы под водопадами. Воды реки Эдесос, которая протекает через город, обрушивающиеся водопадами, богато солями и растворимым известняком. Известняк оседает на поверхности скалы, постепенно растет и продвигается вперед, наращивая поверхность земли. А ниже в долине образовалось озеро, воды которого используют в ирригационных целях. Итак, уважаемые гости, мы сейчас с вами остановимся через буквально минутку. И пройдем в парк, где будет стоять автобус. По левую руку от нас сейчас через минуточку будет находиться как раз тот самый сувенирный ряд, о котором я вам говорила. Необходимо будем пройти вдоль этого сувенирного ряда вперед, и там вы увидите наш автобус. То есть сейчас будет сувенир. С левой стороны вперед по дороге проходите, и там увидите автобус. Мы же сейчас с вами выходим. В парке растет старейший платон, ему много сотен лет. Говорят, он исполняет желания. В древе огромная трещина, дупло, в которое нужно зайти и загадать желание. Говорят, сбывается. Водопад Каранас Это 70-метровый водяной столб, который обрушивается соответственно скалы, вызывающий восторг и восхищение силой и простотой природы. Величественный водопад извергает от 5 до 10 кубов в секунду в зависимости от сезона. Говорят! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кажется, что мы в тропиках, а не в жаркой Греции Спускаясь по тропинке ниже, выходим к мосту через двойной водопад Ну вот и все Я вам показала водопады На этом наша экскурсия закончилась Всего вам доброго! До скорых встреч! Всем пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...